Для меня затяжало размер 3 дня. Тяжеловато, она не тяжело. Для меня тяжело, да? С позвоночником мне тяжело, но когда холодно, мне в нее тепло. А каракулево что, легче? Да? Да, каракулево. Это искусственный. Сейчас я вам покажу. Ну хорошо на тебе сезда. Каракалево. А что на локтю? Где дырка? Да, где дырка? А что такое? Это что такое? Да нема там дырки. Да не вижу ничего. Все на локтю. Не, оно так просто, наверное, блестит. А вот тут нацируется. Красивая она. А не, такая красивая. А красивая, да? А не, то оно просто так за это. Ну, оно не дуже тяжело. Та тяжелее, да? Нет, вот это для меня немножко тяжелее. Вот сяло, да. Если, например, холодно, то мне тепло очень хорошо. Хорошо, хорошо. Да, но та легче. Легче, чем та? Да. Мне кажется, та ваше дырки. У маме каракуль килограмм, килограмм 800. А норку, дивились, килограмм 600. На 300 грамм норка легче. На 300 грамм от моєння. Там были короткие норки там были. Что? Какую карту? Мы подкидываем. Маме текли, если норку такую дорогу... А что, разве она тяжелее? Разве она тяжелее-то, Андрей? Чуешь? Та шо ты чудиш? Она бьется, бьется. А че ты потянул? Там ничего я не потянул. Он подкидает. Че не бойся? Та вот, цего девятку, он был в чешу взял. Что ты чудиш? Та шо ты чудиш? Бей! Мама, бей! Он дивись. А ну, Света, иди сюда. Ой, красиво. Это вообще красота. А ну зачем красота? Это же красиво. Ага. Скажи, красиво, да? Тебе манраво че такое? И в ней воротник так и и это. Че писец. Чи писец, да. Писец, да. То писец, только они красят. Вони ж светленькие все. Только и можно без ремня ее носить. Не, красиво. И с ремнем хорошо. Так. Хорошо, хорошо. Хорошо, Света. Нормально. Устало, помодно. Сейчас уже нема Коля того каракуля. Что у моей подруги Светлана. Уже год 20 он. И она сказала. Дуже дорогой. Полностью черный. Три тысячи. Три тысячи тогда. Я когда-то высылала Ольгу Леонтьевну из Италии. Такой гарный каракуль. Они его не носили в кладовку положили коричневый. В Италию мне одна подарила женщину. Она его взяла два раза. Там жарко. Они ее носят. Он такой коричневый. Такой мелкий-мелкий, знаешь, каракуль. Красивый каракуль. Вот там и выселился, и пессовелился, и с бубончиками. Света, там для молодежи вот такие по бедру, коротенькие, с бубончиками. Снимаются эти. И одеваются, видно, эти. Ну ты же женщина в магазине снимала, да? Да. Вместо тех камерев можно подстегнуть вот эти, да. И ты даже не видел. Вместо снимаешь пистетки на рукавник. Не можешь одевать все. Да, да, как манжеты. Так. Прошивается все. А на другую сторону, чтобы они выворачиваются? Нет, это тебе не... Я не думала, что сетку пособи на льдах. И тут еще вот такая, бачка. Думала, шить надо. Да, да. Видите? И умальная брошка. На каракуле. Только с этой стороны. Ну вот эта женщина сразу в магазине сказала, что это на вас шито. Она стояла долго, ждала. Очень тяжело, надо высокую женщину. А это очень редко, чтобы найти. Она долго была. А я не думала, что буду шить. Я за ней просто подумала. Все эти надо заказывать. А бачка добрал. Есть такая. Квитина. Не ждала. Сколько она стоит, Коля? 26. 26. А та? 8. 8. 8. 8 на 8. Ну за 2 шубы. 36 и 8. 34. Около 1000 долларов. Сколько? 1000 долларов около. Та не дивись на меня, она подумала, что я купил. Две шубы. Да. Одну самвен купил за 8. Та не кажу, я на брехавском. Понятно. Ну все равно. Та я, он купил, он брешет. Брешет. Та вам не верите. И ты брешет. Та он брешет специально. Я сейчас ругаю за дорогие подарки. Я сразу скажу, а подарки тебе такие? Отдарки такие? Есть, мне Ольга Леонтьевна подарила самое главное. Пташку свою. Я что, все принимаю? Ольга Леонтьевна подарила пташку. Все мне подарила. Так а сколько он должен подарить? Приходит, как вы с ними. Лимон. Лимон. Выжатый лимон. Здоровье одно я. Одно я тебя жалю. Ох, здорово. Ну что, так я мама? Здорово. Что ты всех дома не родила? Когда, а что там было? Я себя не родила, тебя не верила. Что, спала? Ну когда ты приехал, я не помню. Ты потягла? Да, я сказала, я беру. Девятку козерну твою. Одна ты меня мама жаліє. Спасибо. Что дорогая, я говорю. Ольга Леонтьевна не пожаліє. Надя не пожаліє. Только ты. Да, только я и сказала, не купить. И кто шубу предложил? Я, или ты? Вот скажи честь. Какую шубу? Мне. Я в тебя спросил. Не спросил. Ты сказала, хочу. Давай, купим шубу. Я говорю, зачем она? Ну ты, ну что значит предложил? Так, все до меня ходишь. Что ты принял? Два вольта. Два вольта. Два вольта. Два вольта. Ну так, бреху не. Все, все, все. Пойдите, я розвивлюсь. Кресий козер, да? Вин асамбелку брешет. Коля купил в асамбелку. Так он купил. А я, ну а что ему за причину? Так он берется специально. Ну его тоже канала, это его мама. Он имеет полное право. Правильно, Татьяна Васильевна. Ну что, не так? Два вольта. Так. 6,9. Нема, ходи. Слава Богу. Так, сейчас. Пропустила с этими шубами. Пропустила, шо, да? Други ходили. До вас тоже надо. Други ходили. До тебя здоровые ходили. Шубу ходи. Шубу ходи. Шубу. Всем, дама. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Дама. Спасибо, мама. Король. Так, сейчас. И так и есть? Есть, у меня есть. Молодец. 6. А кака? 10. Еще одна. Есть 10. 10 нема. 6 есть. 6, 7. Дама, король. 10. Шо у вас есть? Да давайте шо есть. 10 есть. Мой дрочится долго. Да есть, давай. Не, 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 не. Я не ждал червы. А ты сидишь. А я бы дал. Не думай. Быстрее бы дал уже. Хобби, Андрюха. Хорошо, что я подумал. Я думаю, не, 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 не. А сейчас бы влепил. А влепил бы, да? Влепил бы, да? Вначале не влепил. А мне ничего не было, кроме семерки. Кроме семерки. Ну, ходи шо хочешь. Повезло. Повезло вам. А это отбой, да? А, это отбой. 8. А ваша сколько, Татьяна Васильевна? На шуба стоит? Моя стоит? 16. Ну, тоже долго. Ну, она ж коротковатая. В любом мере можно скупляться. Сейчас, правда, поправилась. Да, детская. Хорошая дитина, мама. Упитана. Так, так. Вже, как Надю скоро догонишь. Да, конечно, Надю. У Надю вот тут чертистики. Вот моя. А уже нема. Мой полушубок. Точно на эту, на Зину. Зина тоже не куда. У нее нема брюха. У нее фигура красива в Зине. Водила, застебнула свободно. Все. Так, сейчас, что там еще? Дама на пику козырь. Валет, дама, девять, девять. Король. Нема? Нема, ничего. Татьяна Васильевна, теперь надо надю. У вас. У меня другого ничего не было. Надо надю шубу куплять. Ничего не было. Эх, мать дал. Я укрепал. Ничего не было. Ничего. Я ходю в Ольга Рюнтина. Отбилась. А, нема карты. Ну, шо, я там изю. Отбилась. Нет, не отбилась. Он дал козырну. Сомачка козырну. Там и проиграла. На. О, пусть. И на. Козырна моя. Дама. Дама. Козырну. И дама. Ой, трёх козыря нема. Два короля. И ходи. Там они не надо, чем быть. Ха-ха-ха. Да что осталось? Десять семь. Одна черва. Это шоколева. Мама, у вас сколько Едика родила? Родила? Это сегодня 29-е. Ну, а когда? А ты не помнишь уже? А что же я не помню? А что же мы в Андрею? Нет, я просто уточняю. Ну, а куда же? Что же тут? Тише, не забывай меня. Сегодня 29-е. Воно началося еще и с часу дня. Начало второго. Да, сегодня? Начало второго ночи. А он родился в 2 часа ночи. Уже ему скоро будет денек. А, это он ночью родился? Да, да. И пошло 29-е дальше. Да, ну, ночью. Все равно же 29-е. С 28-го на 29-е. Да, да, да. Ну, 29-го его число. Уже 2 часа было. А быстро родила? Едика? Так, нормально. Самое лучшее, Иру. Да? А мне? А тебе так, трудности при сокращении матки. Трудности уже. Уже, Иру, как родила, вроде я сама родилась. Не живота, не боли. Так мне легко, так хорошо вообще. Все? Ой, кажу, як хорошо мене. Выписуй эту дому. Первый раз 9 дим держусь, другой раз 8, а туди 7 и вылетай. А туди уже заживай, реабилитация дома. Так, а дружка, ты принял мне? Не, я отбил всего. Девятка, да? 6 дам, 6 дам. Сейчас, 6, 6. Ну, давай-то. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Ой, Оля Кулина. Оля Кулина. Господи, помилуйся. А что она была сумку назад, а потом сюда. Михаил, ладно, что-то с ней. Кто меня сположил, вот так само упор там. Сейчас ты мне не там узяться. Слышно, разверниться. Да я сейчас вот так сяду. Вот так. Есть? Все. Все. Закрывай. Все, сейчас. Интер девочка. Пока, Свет. Пока, Андрюха. Пока. Все, до свидания. Интер девочка. Шупы. Шупы хорошие. Хорошие, да? Да, очень хорошие. Все вещи хорошие в этом. В салоне. Да, да. Чтоб подигнали. Они, как, такую бабу унесут. Да ты найдешь. Все бабы меньше роста. Вместе больше шубы. Да. Больше шуба. Каракуль. Вот если снять, кисец, будет один каракуль. И с кисцом хорошо. Все, пока, Андрюха. Пока. До свидания. А ну, салонка классный. Чтоб я не мучилась. Более-менее сегодня себя нормально вела. Только если бы не лазила, мам, с своими вилками. Нельзя швырять. Общих тарелок. Да, ну там, коли я не бачила ее. Ну, как нельзя? Нельзя так делать. Ну, что ж, ты еси? Нет, я не бачила друг общего тут. Да и там нема общего. Ну, ты взяла своей вилочкой сразу то, что хочешь. А швырять не надо. Наколола своей вилкой сразу одно. Не надо одне убрать, друге выбирать. Если выбираешь, то тогда выбирай ищи вилочку. Но Коля шо не еду? Ну, Коля еду в своей машине. Ага. Я еду до САГК, буду сегодня сделать. Ну, чувак, уже ничего не будешь снимать. Чи снимаешь? Еще не дуже пизно, да? Не, мам, у меня голоса нема уже. А, не, будешь отдыхать. Слушай, тоже надо болтать о тебе. Ой. Выпрашивай, сколько ты голову молочишь? Сколько ты просишь тоже за них? Для них. Ну, а солдаты? Ну. А все, начинается холодильник. Попробуй там жить. Еще и стрелять, и отстрелять. Ну, то, что я тебе очень много говорю. Я боюсь, я со мной. Ты говоришь, ты говоришь, мамка, не жаль, и я бежала. Хотя бы ключи будут дома. Чего ты не переодеваешься, ложишься спать? Чего ты в плате? Шла, шла, бачу, брык, упала. Где, где? Ну, в кровати. Ага. Все. Чисто, чисто. Сидю, слючу, у меня время есть. Сидить круглосуточно. А если б я что-то такое и побачил, то шоу? А ты мне не купал? Я ее голую бачил, и купал, и ей плейзмой делал в земле свете, и мир, и подмывал. А чё тебе надо, и сын? Вы ж чего не бачили? А чё вы решили, что если я камеру поставил, то вы побачите то, что нельзя? Что не положено. Что вы бачили? Что мама подошла до камеры, и я говорю, алё, налягай спать, чей не чудо. О, и выставил маму на камеру. Выставил, это не для вас, дурочек. Не для вас. Правильно. Я смотрю для себя. Мне надо бачить для человека, что с ним. У подруги Надя, и горшки прибирали, и все. Еще и на кухню поставлю, обязательно. И подмывал ее все, как Надя моя, подруга, она Билякова, и подмывал ее, и убирал. А ты думаешь, если я поставлю камеру, то она круглосуточно прямо в Ютубе транслирует за камеру? Ага, сидю. Або я сижу с метро-тургой. Ага, и я не сидю. Что я буду сидеть? Я тякую, ой, как мама, мама так громко. Я сразу первый раз думаю, что это так? Ну я захожу, бывает, проснусь, а ну думаю, гляну, что ты там спишь. Сидеть. Кажешь, подключай телевизор, я сразу выключу. А то вроде, если она будет трусы переодевать, то я что-то новое побачу. Или вам покажу, да? Что такое? Привет там, блядь. Я за мной ухожу, и купал меня, все делал. И с кроватью водил, я не могла не ходить ничего. Выставил маму на весь мир камеру. А где вы бачите ей, интересно, ту камеру? Что я покажу отрывок, что она подошла к камере? Там. Ага. Чи она быстро соутом лазит перед вами? Нет, ну не всякую бачит. Я приехала, но я как-то. Что будет ходить за мной? Кому я надо? Дебилки. Если сыну не буду надо, то вообще, то, 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 то довольный той поры мать детей. Если своим дитям не будет мужем. Что ж теперь? Каждого ждет все впереди. Или известно, что будет завтра. Куда вам камеры поставить? И со мною. И с руками. И поставят вам камеры, чи так будете вздыхать, сами лежать? Ага. Как я. Сама сам. С каждым случится. Чи на дороге зибье. Чи так десь поклисана. Вам давайте не будешь рассказывать про смерть. А честно. Это самое. Одну уже сбило. Мне просто люди пишут. Боже, поставил камеру на восьмер мать пока. Что на восьмер? Что я показал кусочек, что она подошла к телефону. Мы живем в разных квартирах. В разных районах. Люди вам показали, как она трусит. Я сам не бачил такого. Она в платье идет, в платье впала. Ничего она не меняла. Я не бачил. А если бы бачил, то вам бы не показал. Главное. Чисто я без камеры не бачил. Наблюдая за своей мамой. Любуется. Извращенец. Любуется мамой своей сыном. Если для вас тело, ваше имяное любование, то вы извращенец, а не я. Какой он извращенец. А вы что молодец. Такое было, что я два шага не могла встать. С кровати вообще не могла. Водил он меня по кровати. Три метели. Вот так вот. И спал у меня, он кресло же есть, где надо спить. У меня есть кто-то поможет. Вы за себя переживаете. Какая у вас доля ждет? Они думают, что мне цин достать. Будет вас водить симптиз, скажет, иди нахер. Закинете меня на мусорку. До свидания. Вот твои будут и похороны, и все. Куда выкинет? Куда выкинет? Мусорку. Чего? То, что такие есть дети, что не надо за ними укаживать. Лучше ей выкинуть. Меньше денег, меньше нервов мотать. И все для себя сделает. Ну, Ольга Леонтья, она больше играет в карты, смеется. Так что 40 дней нет. Нет, ну, что они... Потому что они страдают до 40 дней. Тогда, говорят, матерям легче уже. До 40 дней надо жить. А ему уже мало, еще скоро. Она в карте гуляет, и смеется, и все. Нет, ну что она будет ездить? Ну, это если бы ты смеялась. Я бы вообще не могла, наверное, ездить до 40 дней. Не только смеяться, или что. Они лицемерят. Они, знаешь, одному, одному можно, другому, друге. Да, другому. Обсуждают. Это если бы ты смеялась, и в карты играла. Что бы они сказали. Да, они бы обестрались до головы. Ну, это же они лицемеры, понимаешь? Лицемеры, да. Лицемеры. Да, если бы я, или она, такие дети были. Она знает, я ей глаза говорю, я не боюсь. И по этому. Но она же не виновата, что... Она, да, она не учила плохо, я сразу сказала. Она плохо не учила. Просто так они выросли. Не слухали ее. А любая мать, она не пьяница, нормальная, адекватная женщина. Ей 86 год. 85. Кажется, уже 86 лет подходит. Мне 76, а она 10 лет старшая моя. И еще трендитет. Какая прямо не морщина. Тетяна, я, мол, старшие вылети, что вы, милая, выносишь очки, ревни. Нема ни одной морщинки от этого, нет. Мама, они лицемеры, они не скажут правду. Правды не кажут, да. Не видно, чи что. Я еще самолу сказала. Они будут сказать на черно-биле. Давай, да, мамка, это самое. Ну, если бы ты сидела в карте, играла, або смеялась, то... Да, капец бы, мне капец. Сказали, вот это маме. Синяком зажрали. Синяком. Син в гробуще, это самое. А вона уже смеется. Ага. Не, ну я считаю, что пожилые люди, когда уже они так не переживают, как молодые, вот это... Да. Оно легче уже переносится. Тем более, у Леги Левонтины такой характер, она спокойная. Да, уже сколько лет. Да, что такое, еще мне 10 лет. Я хотя бы до 8-10 лет додянула. Лучше так, чем бы она убивалась. Что здесь? Дай Бог, строго, я как живет. Просто покраска этих тверей, где их у вас рада. Каждый живет на своем веку. Где, в мире нам, Божечка, ямочку, там мы и будем. Каждый, блядь, дура, бросается под машину. А кто бросает? Декась дура. Гида и машет, дебилка. О, я. Прямо под это. А ты шо? Верховник позвонил, там дебилка бросается под это. Я не хочу, босин. Я как раз нахилилась, наверное. Я не хочу. Я бы знакомилась тоже. Такси вызывай, ты и берет. Ага. Нема денег, ты шкупай. И кто бы это ночью все от себя стоял. Да черти, кто и что, я буду мало ли шоу. Вот его. И шо, чипра. Можешь. Можешь. Скажешь, ой, может женщине надо. Помирает, кто-то вона еде. Женщина спешит, а ты не взял. Да нехай они возят ночью, чужого человека, садят до себя машину. А ты, сынок, никого не стоит. Правильно. У тебя есть сердце своё, голова и до свидания. Нет, своим. Когда надо, я подвезу, я отвезу. А когда я не хочу. А среди ночи, черти, кто и что? Кидаются. Есть такси, вызывай, быстренько. Не мать денег, иди на трассу. Да. Заработаешь. Под фуры. Ну, туда, под фуры, правильно? Да, да знаю. Есть такие, у меня же была знакомая, яка працювала там. Уже, каже, нам на ноги наступает молодежь. 15-16 лет. А мы уже, каже, старые. 45 лет, это века. Ну, наверное, уже и пища. Уже время пошёл, как я была в Литополе 5 лет. Я ещё на кухню камеру поставлю, буду дивитись, что ты там делаешь по ночам. Будешь жирать лишнюю вызову Надю. Буде Надя тобі по расписанию давать. Кис, 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 кис. До свидания. И дивится прямо точно в камеру. Бачит, откуда звук иде. Пусик умный. Бачит, хорошо, чует. Да, он лучше меня, я знаю. И как ты прийдёшь до двери, он сразу голову туда и ротит. Не привык до меня. Ой, извиняюсь. А шо Коля подарил? Шо себе сказав? Я не знаю. В коробке вот такая. Чи телефон чешу. Чи. Не знаю, шо. Я деньги подарил. Чолько тебе дал? 200 долларов. Точно? Да. И цветы, да, взял? Цветы я, Ольге Леонтьевне и тебе, и Свете. И Свете брал? А цветы тоже не дешево. Конечно, не дешево. Дорого, я знаю. Ну, все не дешево, ма. Я знаю, все не.